Здравствуйте, дорогие друзья! Есть такая поговорка «Всё болит, ничего не помогает». И, к сожалению, есть такие пациенты, для которых эта поговорка становится актуальной. Меня зовут Лисенкова Ольга. Я практикующий врач-невролог. И в этом видео речь пойдёт о таком явлении, как фибромиология. Это заболевание или состояние, при котором пациенты жалуются на хроническую распространённую боль. Когда болит и спина, и конечности, и головная боль, лицевая боль, может быть, тазовая. При этом присутствует постоянная усталость, разбитость, снижение концентрации внимания, трудности сосредоточения. Сложно запоминать новую информацию. Обычно пациенты жалуются также на плохой сон. Например, трудно уснуть, частые пробуждения. Сон непродуктивный, который не приносит ощущения бодрости и отдыха. Дополнительно симптомы со стороны внутренних органов. Особенно часто увлекается кишечник. Это могут быть различные боли в животе, в стульте, так называемые синдромы раздражённого кишечника с запорами, либо наоборот, неустойчивые стулы, склонность к диареи. И все эти проявления очень часто сопровождаются депрессией, либо смешанными тревожно-депрессивными расстройствами. Все эти симптомы и проявления, взятые вместе, укладываются в картину фибромиологии. Особенно, когда они протекают длительно, многие месяцы, и пациенты, пройдя обследование у разных специалистов, не находят каких-то значимых серьёзных отклонений, которые могли бы объяснить эти жалобы. Пациенты с фибромиологией, то есть с распространённой болью, проходят много обследований, обращаются к гастроэнтерологу, обычно приносят с собой на приём большую стопку обследований со стороны желудочно-кишечного тракта, сердца, позвоночника, суставов, большое количество анализов. И во всех этих исследованиях, как правило, какие-то незначительные отклонения от нормы, либо норма. Даже если и есть отклонения от нормы, и пациент прошёл какое-то лечение, оно оказывает кратковременный эффект, либо минимальный, либо вообще не даёт результата. Ко мне на приём пациенты с фибромиологией, как правило, уже обращаются в состоянии средней степени тяжести, депрессии, уже перепробовав много методов лечения, порой даже уже отчаявшиеся, получить какой-то результат и восстановить хорошее самочувствие. Причины фибромиологии до конца не ясны, но считается, что наиболее значимое влияние на возникновение этих симптомов оказывают нарушения в работе противоболевых систем. То есть различные ощущения с разных частей тела мозгом воспринимаются как болевые ощущения, хотя по осмотру те зоны, где возникает боль, не изменены. И по результатам обследований в этих зонах не находят каких-то значимых отклонений от нормы, которыми можно было бы объяснить эти проявления. Лечение фибромиологии всегда комплексное, и один доктор вряд ли сможет справиться с этой серьезной ситуацией. Обычно нужна команда врачей. Это психолог или психотерапевт, может быть даже психиатр, невролог, при наличии жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, гастроэнтеролог, в некоторых ситуациях нужен эндокринолог, диетолог и так далее. С целью купирования боли при фибромиологии, поскольку обычные энергетики уже не помогают, используются препараты, которые специально изучены для лечения хронической боли. Это могут быть антидепрессанты и антиконвульсанты. Поскольку очень часто симптомы фибромиологии сопровождаются депрессией, либо тревогой, или смешанными тревожно-депрессивными расстройствами, то препаратами первой линии являются антидепрессанты, у которых доказан противоболевой эффект. Чаще всего это препараты дулоксетин, венлофоксин, амитрептилин и милноцепран. Также могут быть использованы антиконвульсанты, такие как прегаболин и габапентин. Выбор препарата, определение дозировок, длительность их приема определяются врачом в зависимости от того, как долго пациент болеет, какие у него есть сопутствующие заболевания, как он отвечает на проводимую терапию и так далее. Современные специалисты по биохакингу акцентируют внимание на том, что вот такие симптомы, которые идут с разных органов и систем, проявляются и болевым синдромом, и дисбалансом со стороны внутренних органов, при этом и сон нарушен, и тревожно-депрессивное состояние присутствует. Связывают все это с неправильным питанием, которое приводит к нарушению микробиоты. При подробном обследовании довольно часто у таких пациентов выявляют кандидоз, изменения микробиоты, которые проявляются синдромом избыточного бактериального роста в кишечнике, либо синдромом избыточного грибкового роста. И одних только таблеток, которые назначают гастроэнтерологи, обычно недостаточно для того, чтобы решить этот вопрос. Основу лечения будет составлять коррекцию образа жизни. То есть низкоуглеводная диета, восполнение дефицитарных состояний, то есть если есть дефицит витаминов, железа, каких-то микроэлементов. Все это делается индивидуально, с помощью лабораторного контроля и требует длительной методичной работы. Львиную долю в успехе лечения имеет работа психотерапевта. Потому что очень многие пациенты долго идут к осознанию того, что весь этот набор жалоб и вся вот эта стопка исследований, они между собой взаимосвязаны и имеют общие корни. Поэтому коррекция образа жизни, питание, психотерапия – это база, это основа лечения. Одного только купирования болевого синдрома обычно недостаточно. Хотя пациенты, когда приходят на прием, они просят хотя бы убрать боль или уменьшить ее. В комплексном лечении могут быть использованы и массажные техники, и мануальная терапия, и головокалывание, различное санаторно-курортное лечение и прочее. Но все это дает обычно короткий эффект, если не лечить основу заболевания. Каким образом лечить хроническую боль, чем она отличается от острой боли, есть отдельный видеоролик на моем YouTube-канале. Ссылку на него я оставлю в описании под этим видео. Также по ссылке вы можете посмотреть подробнее об использовании антидепрессантов, об их противоболевых эффектах. Поскольку тема фибромиалгии, она достаточно сложна для понимания как для врачей, так и для пациентов, нарисую типичный портрет пациентки с фибромиалгией. Чаще всего это именно женщина сравнительно молодых лет, это может быть 35-45 лет или даже раньше, которая рассказывает о том, что у нее распространенные боли в области позвоночника, то есть болит и шея, и грудной отдел, и поясница. Боль может гулять с одного места в другое. Очень часто имеет место головная боль. Она может быть в рамках мигрени, либо в рамках головной боли напряжения, и при этом сочетается с распространенной болью по спине. Могут быть они менее мурашки, покалывания в руках, в ногах, ощущения по типу отсидел или отлежал. Пациентки, как правило, жалуются на то, что им стало трудно работать, трудно сконцентрироваться на какой-то деятельности, ощущение рассеянности, тумана в голове, несобранности. Плаксивость, раздражительность по этому поводу, нежелание что-либо делать, а также тревога и беспокойство за свое здоровье, из-за непонимания, что происходит, и как с этим справляться. Дополнительно появляются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, это может быть боль в животе, урчание, вздутие живота, метеоризм, а также склонность к запорам, либо наоборот к поносам, независимо от того, что человек поел. Общая слабость, постоянная усталость приводит к тому, что страдает повседневная активность. Некоторые даже вынуждены оставить работу, и их занятием основным становится скитание по врачам в поисках причин болезни, и постоянные попытки использовать те или иные лекарства. Если ко мне обращается пациент с таким набором симптомов и жалоб, я чаще всего рекомендую скорректировать питание. Лучше всего это делать под контролем специалиста с помощью тестов лабораторных, и это питание может корректироваться на протяжении лечения несколько раз. А также обязательно обратиться к психотерапевту, для того, чтобы были даны нелекарственные психотерапевтические способы работы с собой и коррекции своего состояния. Также становится хорошим трендом работа со специалистами по биохакингу, которые как раз помогут выявить те или иные нарушения метаболизма, дефицит витаминов, микроэлементов, макроэлементов, какие-то другие отклонения от нормы. Помогут это скорректировать и могут пациенты вести. То есть не будет необходимости скитаться по разным врачам, по разным кабинетам. Можно будет найти одного специалиста, который будет контролировать большую часть назначения. Это очень важно для того, чтобы получить хороший результат. Вспоминается медицинский анекдот, когда пациент приходит к доктору и говорит, доктор, у меня все болит. Здесь ткну больно, сюда притронусь больно, сюда ткну тоже больно. Доктор посмотрел на него, внимательно говорит, так у вас, батенька, палец сломан. Надеюсь, информация в этом видео оказалась для вас полезной и интересной. Буду благодарна за оценки, комментарии. Подписывайтесь на канал, выставляйте уведомления, чтобы не пропустить выпуск новых видеороликов. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал Игорь Негода. Продолжение следует...